Маловажным аспектом в выборе кровли для многих заказчиков является ее фактура и цвет. В данном случае композитная чайпица предлагает достаточно широкий выбор из семи фактур, который воспроизводит эстетику традиционных природных материалов, а именно это может быть фактура терракотовой кровли. Очень интересный вариант для деревянных домостроений – это срез кедра, фактура шейк. А также очень популярная вообще в России и в Европе – это фактура под керамическую чайпицу. В данном случае это не просто воспроизведение, по сути дела это практически идентичный внешний вид кровли, который дополняется красивым цветом, а именно для воспроизведения разных цветов, используется натуральный базальтовый камень. Соответственно, камень, который используется, он может быть разного цвета – зеленого, красного, черного, или смесь будет разных цветов. Соответственно, помимо выбора фактуры кровли заказчик еще получает достаточно большой выбор цветовой палитры. Вот пример натурального базальтового камня, который был добыт в карьере. Можно обратить внимание, что это стопроцентное совпадение цвета с непосредственно кровельным покрытием. То есть вот данный камень, он раздрабливается на несколько маленьких фракций, и таким образом уже наносится на само кровельное покрытие. Это дает преимущество не только во внешнем виде и отсутствие цветания вот этого камня. По сути дела, композитная чайпицца имеет в основе несколько слоев, поэтому она называется композитная. В основе идет стальной лист. Далее стальной лист с обеих сторон покрывается защитным слоем алюмоцинка. Аналог можно привести – это недорогой вариант – оцинковка. Но в данном случае алюмоцинк позволяет кровле нержаветь долгое время, а именно более 50 лет. Соответственно, эта кровля защищена от коррозии. Ну, очень многие путают композитную чайпиццу с металлочайпицей. Это не совсем так, потому что, помимо стальной основы, идет так называемая клеевая основа, а именно техническое название – это базовый слой. Это тот слой, который удерживает вот этот натуральный камень, о котором мы ранее говорили. От схода сам натуральный камень, который посыпается на базовый слой, наносится, он запекается. Сверху для дополнительной защиты от ультрафиолета наносится так называемая акриловая глазурь, поэтому на солнце эта кровля в разных цветах приобретает очень красивый глянцевый оттенок. Помимо длительного срока службы, у композитной кровли есть ряд преимуществ в плане безопасности. Одно из основных преимуществ – это устойчивость композитной черепицы к сильной ветровой нагрузке, а именно ураганному ветру или даже тайфуну, потому что эта кровля присутствует практически во всех дальних уголках нашей Земли. Можно посмотреть, что особенность крепления композитной черепицы – это и боковой нахлёст, и такая технология монтажа, когда верхний лист черепицы подкладывается поверх нижнего листа черепицы. В отличие, к примеру, от металла черепицы, где крепление идёт перпендикулярно саморезам, композитная черепица имеет скрытое крепление в торец. То есть здесь пробиваются два листа черепицы и обеспечивается вот эта устойчивость к органному ветру, потому что сильный поток ветра, он не может поддеть черепицу. К примеру, мы проводили испытания на авиационном полигоне, была установлена демо-кровля, и черепица, вот этот демо-домик, он выдержал ураганный ветер силой 160 км в час. Достаточно много примеров, в том числе и в центральной России, когда прошли сильные ветра, кровля осталась в безопасности. Но это не единственное преимущество композитной черепицы. Очень важное является то, что данная кровля защищает от лавинообразного схода снега за счет вот этого шершавого покрытия кровли, когда даже при перепаде температуры, когда замерзает, когда подтаивает снег и образуется ледяная корка, данная кровля, она практически намертво удерживает вот этот вот слой. Еще дополнительное преимущество в плане безопасности такой технологии крепления и монтажа это то, что вода во время сильного дождя, поток воды сходит равномерно, и шляпка гвоздя не подвержена дополнительному воздействию воды, как следствие не будет образовываться коррозия. Еще одно важное преимущество черепицы – это ее легкий вес. Максимальный вес композитной черепицы 6,6 кг на квадратный метр. Какие преимущества и какие плюсы в плане безопасности это дает? Во-первых, отсутствует дополнительная нагрузка на стропильную систему, то есть ее не нужно усиливать, как при аналогии с тяжелой кровлей. Простота монтажа композитной черепицы обусловлена тем, что для монтажа композитной черепицы абсолютно минимальные требования. Нужен стандартный и простой кровельный пирог, который включает в себя пароизоляцию, утеплитель и мембрану, если это теплая кровля. И монтируется композитная черепица на простую обрешетку. Единственный нюанс, который необходимо учесть в строительстве для каждой коллекции композитной черепицы – применяется шаг обрешетки определенного миллиметража. К примеру, для коллекции Милана это может быть 369 миллиметров. Допускается погрешность в 1 миллиметр. Еще одним немаловажным плюсом является то, что для композитной черепицы, помимо внешнего кровельного покрытия, коньков, аксессуаров, планок, абсолютно не нужны так называемые подкройные аксессуары, а именно это может быть аэроэлемент конька, уплотнители, ленты. Очень простое объяснение, почему, собственно говоря, композитная черепица так не требовательна к этим аксессуарам. Это достигается за счет особенностей технологии монтажа, потому что композитная черепица может загибаться под конек или вдоль хребта кровли. Мы можем продемонстрировать сейчас возможности и эластичности этой кровли. У меня в руках заглушка конька. На самом деле этот элемент не предназначен для загиба, но в любом случае даже на вот этом элементе мы покажем вам возможности и эластичность данной кровли. То есть, если мы загибаем композитную черепицу даже вот таким образом, можно обратить внимание, что отсутствует трещина на базовом слое, не осыпается камень и сталь сохраняет свой прежний внешний вид и свои характеристики. Для чего это нужно? Если представить, что эта заглушка конька является крольным листом, то такой загиб, если это идет примыкание к стене, он, во-первых, препятствует попаданию влаги в торец. И если вот этот участок накрывается, к примеру, коньком, если это примыкание к хребту кровли, то при установке распорки обеспечивается еще дополнительная вентиляция кровли. А это очень большой плюс и как раз таки это и есть экономия на вот этих дополнительных, ненужных для композитной черепицы аксессуаров. Композитная черепица действительно не самый пока, по крайней мере, распространенный материал в России. В составе базового слоя, который удерживает каменную крошку, есть альгицид, который препятствует образованию мха в течение 10-15 лет. Этот срок может быть меньше в зависимости от агрессивности климата. Как правило, в России даже может быть и дольше 15 лет. В данном случае стоит отметить, что заявленный производителем срок службы 50 лет. И, казалось бы, логичный вопрос, а что будет дальше? Мух действительно может расти на черепице, но она крайне нетребовательна к уходу. Достаточно промыть черепицу слабым напором воды, чтобы очистить ее от мха. В случае с композитной черепицей за счет большей площади листа достаточно мало мест, куда мух может прорасти и повредить стропильную систему. Мы глубоко убеждены, что не бывает идеального материала, но, тем не менее, композитная черепица имеет большой ряд преимуществ в сравнении с популярными в России крольными покрытиями, а именно металлочерепица. Композитная черепица за счет покрытия натуральным камнем не выцветает, тогда как металлочерепица в большинстве случаев – это крашеный металл. Действительно, может быть разного качества и срок выцветания может быть чуть дольше одного производителя металлочерепицы или другого. Также композитная черепица бесшумная. То есть можно, опять же, привести аналогию с тем, что металлочерепица может быть шумной во время дождя. Композитная черепица и гибкая черепица имеют ряд схожих характеристик. Оба крольных покрытия бесшумные и также достаточно невысокий риск схода снега на мягкой кровле. Но кардинально их отличает структуру материала. Если мягкая черепица – это, по сути дела, битум, тогда как композитная черепица за счет стальной основы она более жесткая, более надежная. И композитная черепица не требует для монтажа ОСБ плиты и подкладочного ковра, что на самом деле достаточно сильно удорожает стоимость мягкой черепицы, просто потому что без вот этих материалов вы ее не сможете смонтировать. Соответственно, приобретая композитную черепицу, вы понимаете, что вы инвестируете исключительно в качественное крольное покрытие без лишних аксессуаров. Внешний вид для многих заказчиков является крайне важным аспектом. Если говорить про мягкую черепицу, она имеет интересный 3D рисунок, но тем не менее это все равно остается плоский профиль. В случае с композитной черепицей можно обратить внимание, что фактура многообразная. То есть даже для тех заказчиков, которым нравится плоский профиль, у нас все равно есть фактурный плоский дизайн. То есть это деревянная дранка. На самом деле, если немного погрузиться в историю кровяных материалов, по сути дела мягкая кровля – это эстетика деревянной дранки. Тогда как композитная черепица внешний вид деревянной дранки воспроизводит практически идентично. И можно привести пример. Достаточно большой регион в Польше, в горной местности, город Закопаны, использует для своих домов композитную черепицу. Есть смысл сравнить композитную черепицу сразу и с цементно-песчаной, и с керамической черепицей. Потому что, по сути дела, цементно-песчаная черепица – это воспроизведение, имитация керамической черепицы. Керамическая черепица в своей основе – это, по сути дела, традиционный глиняный материал, очень интересный. Но во многих случаях не всегда практичный в суровом климате России. Потому что он сильно подвержен появлению трещин. А в случае с цементно-песчаной черепицей, возвращаясь к тому, что для композитной черепицы используется только натуральный камень, цементно-песчаная черепица – это, по сути, крашенный материал. Если у глиняной черепицы и композитной черепицы практически отсутствует выцветание покрытия, то есть самой глины или натурального камня, то цементно-песчаная чайпица подвержена выцветанию покрытия. Композитная чайпица идеально подходит для реконструкции кровли не только потому, что это легкий вес материала и нагрузка на вашу существующую стропильную систему будет незначительная, но также есть много случаев, когда композитную чайпицу можно смонтировать поверх существующего кровельного покрытия, к примеру, если мы возьмем мягкую кровлю, то есть последовательность следующая. Очищается старое кровельное покрытие, монтируется поверх гидролизационная мембрана, обрешетка и монтируется уже сверху непосредственно композитная кровля. Внешний вид домов достаточно сильно преображается. В данном случае экспертное заключение должен сделать кровельщик непосредственно на вашем объекте, потому что зачастую заказчики меняют кровельное покрытие не потому, что они хотят поменять внешний вид своей кровли, а потому что с ней что-то случилось. И, конечно, кровельщик может порекомендовать демонтировать уже полностью старое покрытие и монтировать композитную чайпицу уже поверх нового кровельного пирога. Производитель дает 50 лет гарантии. И основывается это не только на лабораторных исследованиях, а на истории производства и изобретения этого материала. Фактически материал был придуман в 1957 году. Это означает, что материал производится более 60 лет. За более чем 60-летний опыт производства данного материала есть кровли, которым 40 или 50 лет, и состояние которых и внешний вид сохранились в первозданном виде. Стоимость композитной кровли сопоставима со стоимостью хорошей мягкой кровли или цементно-песчаной черепицы. Мы рекомендуем обращать внимание не только на стоимость кровельного покрытия, а именно на финальную смету. Также немаловажно, что при приобретении композитной черепицы вы не будете демонтировать свою кровлю через 15-20 лет. А если посчитать затраты на демонтаж менее качественного кровельного покрытия, закупку даже аналогичного нового кровельного материала и монтаж этой черепицы, по факту через 15 лет альтернативный кровельный материал может выйти в два раза дороже, чем приобретение композитной черепицы сегодня. Напоминаем, что используется натуральный камень, а также в производстве не используются химически опасные материалы. Также характеристики воды, дождевой воды, собранной с этой кровли, соответствуют питьевым нормам. Это оценят люди, для которых важна экологичность в выборе строительных материалов. Понравился ролик? Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и не забудьте нажать колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых видео на Форум Хаус. И мы всегда рады вашим комментариям. Субтитры сделал DimaTorzok